по поводу того далеки мы или близки я знаю что вы наверное с этим не согласитесь но у каждого человека своя позиция славянский мир сложно развивался сама россия она складывалась сложно из многих славянских племен там сколько 16 32 в конце концов образовалась русь частью которой и центром которой был киев и в этом смысле наши исторические духовные и прочие корни дают мне право говорить что в основе своей мы один народ повторяю конечно можете с ними согласиться ясно также и другое что по мере развития и по мере по мере развития по мере по мере того что на украина будучи близка к западным границам россии она развивалась тоже соответствующим образом там много замечательного своеобразия и в языке и в культуре ну а все и в россии все это все это очень любят считаю это частью собственной культуры ну в девятнадцатом веке появились люди которые начали говорить о том что украина должна быть независимой самостоятельной но имеют они правы и имеют особенно может быть это было актуально в рамках империи где наверное производилась определенная насильственная русификация хотя для украины это меньше всего было важно потому что все таки украина православная страна тогда это было важно не было вообще в паспорте напоминаю напоминаю не было графы национальность было только вероисповедание ничем вообще украинец от русского не отличался вообще ничем я понимаю что поскольку мои длинные диалоги диалоги они они наверное не входит в такой вот жанр жанр я заканчиваю эту историческую справку сейчас скучный может быть в 17 веке во время украинско-польской войны 1648 57 годов хмельничины начались дипломатические контакты предков россиян с предками украинцев в российской историографии есть специальный термин для обозначения процесса вхождения украины в состав московского государства так называемое воссоединение украины с россией ну как могут воссоединиться народы которые разговаривали на разных языках понимаете как могут воссоединиться россия с украиной когда например 10 11 11 веке не было ни россии ни украины когда была русь вот как они могли воссоединиться в семнадцатом столетии ну вот если б турки тогда с богданов милинском выиграли мы потом бы не мы а историография то турецкая украинская так скажем имперская она создала миф братских народах об турках и украинцах которые были братьями потому что когда-то за монгольской империи а тюрки вышли оттуда где-то там с монголии а те агузы отсоединились и потом создали османскую империю но когда-то монгольская империя была золотая рода это было на территории современной украины то есть бы выдумали бы историки вот так историки выдумали и тезис о воссоединении нас в этом периоде прежде всего интересует действительно ли предки россиян и украинцев признали друг друга как единый народ они разговаривали на одном языке понимали друг друга или же они действительно общались на разных языках сейчас мы знаем что как в российской федерации переводят украинский язык так и в украине переводят русский язык хотя значительная часть украинцев знает как русский так и украинский переславская рада все-таки начало российско-украинского взаимодействия это начало объединения и поэтому обращение к истокам к началу понимание собственно говоря о чем стороны договаривались до чего договорились и почему эти договоренности не были реализованы она очень важно удалось ли вам ознакомиться с копией этого документа на самом деле оригинала документа не существует потому что он был свое время отправлен в украину к богдану хмельницкому и погиб вместе со всем остальным архивом богдана хмельницкого а те копии которые сохраняются московском архиве это черновые копии по которым в принципе мы можем судить о том о чем договаривались стороны и понятно ли все таки о чем они договорились ну в общем да это был компромисс с двух сторон хотя основная проблема заключается в том что стороны не очень понимали друг друга и в прямом и переносном смысле этого слова они разговаривали на разных языках употребляли разные значения одних и тех же терминов например воеводы и поэтому представляли очень разные ментальные сообщества и поэтому их договоренности были на самом деле очень поверхностными и что и проявил следующие годы но как было с этим вопросом в прошлом обратимся к документам первой части фильма украина который умалчивают российские сми мы помимо прочего показали что название украинцы по крайней мере с 17 века уже широко использовалась как в самой украине так и в российской империи и в европе а также о том что в российской империи название украинцы было равнозначно названию малоросы в первой части мы приводили некоторые документы из актов относящихся к истории южной и западной россии собранных и изданных археографической комиссии в 15 томах давайте снова заглянем в этот 15 том ник в десятом томе находятся опубликованные документы переговоров малороссии с великой россией 1653 1654 годы находим здесь следующую информацию послы московского царя алексея михайловича приезжали в крым крымским татарам с толмачами как видим предкам россиян для общения с предками крымских татар понадобились толмачи для понимания этого термина обратимся к российским толковым словарям и видим что слово толмач имело значение переводчик был у нас толмач немчил ему переводить он лыка не вяжет мы его и в переводчиками обращаться в словарях иностранных слов русского языка есть такие определения что слово толмач татарское и имеет толкование устный переводчик посредник при сношениях между лицами из которых каждый говорит на непонятном другому языке толковый словарь ушакова дает такое объяснение слову толмач в древней руси должностной официальный переводчик посредничавшие в беседе между русским человеком и иностранцем толковый словарь ожигова объясняет слова толмач как переводчика во время беседы переговоров но нас прежде всего интересует а как обстояли дела при контактах между предками россиян и украинцев находим в том же десятом томе бумаги царского посольства стольника радиона матвеевича стрешнева и дьяка мартимьяна бредихина ездивших гетману богдану хмельницкому и ко всему войску запорожскому приведем отрывок из письма царских послов к своему московскому царю которая в то время прибыли в украину в город чагирин где послов встретили юрий хмельницкий а также с ним чагиринский наказной полковник василий войсковой толмач яско казаков человек с 60 со знаменем и не доезжая до нас холопов твоих гетманский сын юрий полковник и толмач и казаки сажень за 50 слезли с лошадей шли к нам холопом твоим навстречу пешком и как они к нам холопом твоим пришли и мы холопы твои напротив гетманского сына с лошадей слезли и гетманский сын юрий и с ним войсковой толмач яско речь говорили как мы здесь видим сын украинского гетмана богдана хмельницкого юрий вместе с казаками встретили царских послов с толмачом то есть с переводчиком с которым к московским послам речь говорили далее находим в этом же 10 томе акта в юго-западной россии что московский царь присылает свои грамоты в украину к своим послам стришневу и бредихину тоже вместе с толмачом толмач также понадобился царским послам и в самой украине царские послы через толмача посылают известия к украинскому гетману украинский гетман богдан хмельницкий тоже присылает свои послания царским послам через толмача в марте 1654 года в бумагах войскового посольства о правах малороссийского народа находим что послы украинского гетмана богдана хмельницкого казацкая старшина с сорока казаками едут к московскому царю также стал мочом в 2017 году российский историк татьяна таирова яковлева представила в киеве книгу инкорпорация россия и украина после переяславской рады 1654 58 в этой книге в главе взаимное непонимание таирова яковлева пишет все послания из украины переводились например сохранилась пометка что получив грамоту полковника ивана золотаренко государь сего перевода слушал и указал и бояре приговорили отписать к золотаренко акты юго-западной россии том 14 страница 787 788 гетман и старшина писали простой мовой то есть на староукраинском который к тому времени уже приобрел черты литературного языка благодаря издававшимся на нем книгам в россии его называли белорусским или литовским причем неизвестно имелось ли в 1654 году в москве четкое понимание о различии между старославянским русским языком который был официальным юридическим языком великого княжества литовского и простой мовой например шляхтичу великого княжества литовского константину поклонскому польский приказ предлагал в 1654 году чтобы он писал отписки к нам белорусским или польским письмом будет у него русским письмом писать некому акты юго-западной россии том 14 страница 220 следует отметить что гетман и даже в начале 18 века писали в москву по украински и соответственно их письма переводили и наоборот в петровскую эпоху чиновники просили потребно быть переводчику языка малороссийского на что царь петр первый дал распоряжение дать одного из польской канцелярии этот документ опубликован российским историком иваном ивановичем голиковым книги деяния петра великого мудрого преобразователя россии том 3 москва 1837 год страница 296 297 это государственный орган ведавший иностранными делами в царствование петра первого то есть по аналогии говоря современным языком это фактически министерство иностранных дел того времени из которого петр первый велел выдать переводчика для перевода малороссийского языка то есть украинского в российской государственной библиотеке на данный момент находится пока еще в открытом доступе описание собрания отдела рукописей единичных поступлений за 1948 1975 годы фонд научно-исследовательского отдела рукописей под номером 218 отдела рукописей том 1 на странице 186 находим следующее описание исторического материала хранящегося в архиве этого фонда письма гетьмана украинского мазепы ивана степановича 1708 года батурин хвастов и забоза 7 писем на украинском языке на 15 листах две выписки из писем мазепы меньшиков на русском языке письма мазепы ивана степановича 1808 года скорописью на украинском языке два листа на странице 191 письмо и она яновича дубежны ротносу 1709 года скоропись первый лист на украинском языке письмо зелененского 1711 года скоропись на украинском языке один лист а также письмо писаря войска запорожского щавича пану корсану 1712 года глухов на польском языке два листа на 192 странице находим следующую опись универсал гетьмана ивана скоропадского данные сотнику роменскому с урядом 1712 года глухов скоропись с подписью автографом на украинском языке два листа на странице 193 видим документы связанные с оскорблением задятским жителем терешкою задятского священника симеона 1712 17 годов скоропись на украинском языке два документа на четырех листах купчая жителей села крутков задятского уезда гарпин минеха с сыном о продаже плед с хатаю отцу симеону протопопу задятскому 1717 года скоропись на украинском языке один лист указ войсковой генеральной канцелярии на украинском языке 1726 года скоропись два листа центральном государственном архиве древних актов находим опись малороссийские дела фонд 124 опись 6 за 1590 1794 годы страницы с 1 по 2026 издана в москве в 1977 году где на пятой странице видим следующее 1670 1695 годы письма украинских гетьманов петра дороженко и михаила ханенко полковника сэмэна полия информация павлу мотовылову ведомость об окладе жалования полковникам на польском и украинском языках приложена внутренняя опись из саксонского архива 1958 года а в конце книги в той части где страницы не пронумерованы но пронумерованы письма находим описи целого ряда писем начала 18 века написанных украинской скорописью глядя на все эти примеры с описями украинских писем хранящихся в российских архивах невольно вспоминается вся эта галтелая российская пропаганда которая длительно и массово распространяет фейки о том что мол никакого украинского языка не существовало что его якобы выдумали в австрийском генштабе а продолжили эту работу ленин с большевиками а также невольно возникает вопрос где же эти честные российские историки и почему они молчат но мы не будем останавливаться на этом и пойдем дальше сергей михайлович соловьев российский историк ординарный академик императорской санкт-петербургской академии наук в своей книге история россии с древнейших времен в 12 томе книги 3 на странице 420 упоминает о переводчиках которые работали в украинском городе батурине в малороссийском приказе когда в москве получена была грамота симеона адамовича то поскакал в батурин малороссийского приказа переводчик григорий колчицкий с царской грамотой гетману малороссийский приказ это центральное государственное учреждение образованное в 1662 63 годах для управления вошедшей в состав россии левобережной украины называемой тогда малороссии подчинялся польскому приказу в 1671 году вошел в его состав сохранив самостоятельность осуществлял надзор за деятельностью гетмана ведал всеми контактами жителей украины с россией упразднен в 1722 году дела малороссийского приказа переданы малороссийской коллегии в полном собрании законов российской империи с 1649 года во втором томе изданном в 1830 году на страницах 474 и 475 читаем люди боярские великие государь и цари и великие князи иоанн алексеевич петр алексеевич велели вам сказать да вам же бы немцам и черкасам и иных народов иноземцам и никаким людям никаким трубных поносных слов не говорите и ничем их не дрожните а будете кто из вас в том объявится и будет изымай и тем быть и в наказании потому же без пощады стоит пояснить черкасы это одно из внешних названий которым именовали украинцев в то время в московском государстве крымском ханстве и частично в странах западной европы из этого документа видно что предки россиян относились к украинцам как к таким же для них иностранцам какие к немцам в полном собрании закона в российской империи с 1649 года в седьмом томе на странице 289 находим распоряжение российского императора петра первого от 22 мая 1724 года под номером 4513 по четвертому в российскую коллегию в переводчики при искать из тамошних людей к тому делу за обычного и доброго человека который в тамошних делах был неподозрителен малороссийская коллегия это правительственный орган военного и гражданского управления центральное учреждение российской империи образованная в 1722 году в украинском городе глухове резиденции гетьманов левобережной украины вместо должности воеводы при гетьмане в малороссийском приказе в документах посольства василия шереметьево в украине находим в пятом томе акта в юго-западной россии документ 1658 года 15 23 июля две отписки к царю боярина и воеводы василия шереметьево о действиях и намерениях гетьмана выговского а каков лист писал гетьман иван выговский ко мне холопу твоему ваське и гетьману ивана выговскому каков лист писал воложский владетель из тех листов списки послали к тебе великому князю алексею михайловичу а списке велели списать мы холопы твои белорусским письмом для того что русское письмо против их белорусского и речей не сойдется а переводчика у нас холопей твоих нет перевести некому здесь обратим внимание на то что не только так называемое русское письмо не сходится с украинским но не сходится и сама речь то есть украинский язык отличается от русского до такой степени что нужен перевод на русский язык и у царских послов на тот момент не было переводчика чтобы перевести украинские письма на месте и выслать их царю именно поэтому они выслали эти письма московскому царю как они есть на украинском языке по российской терминологии того времени на белорусском приведем еще несколько примеров того что россияне действительно нуждались в переводах украинских писем так например россиянам пришлось переводить письмо украинского казацкого полковника даниила ярмоленко украинскому гетьману ивану брюховецкому также письмо украинского гетьмана брюховецкого к донским казакам письма украинского гетьмана богдана хмельницкого к московскому царю алексею михайловичу и украинского гетьмана ивана выговского московскому воеводе василию шереметьеву письмо украинского казацкого полковника ивана не чая к московскому царю и в этом же шестом томе письмо к московскому царю от украинского гетьмана ивана выговского и казаков письма к Московскому царю от украинского архимандрита Киевопечерского монастыря Иннокентия Гизеля, Иосифа Тукальского архимандрита Лещинского и письмо украинского гетьмана Богдана Хмельницкого к московскому боярину Борису Морозову. В 1764 году императрица Екатерина II составила секретнейшее собственноручное наставление князю Александру Вяземскому при вступлении им в должность генерал-прокурора Российской империи, где в девятом пункте своих наставлений она написала о необходимости обрусения Украины, Малой России. Малая Россия, Лифляндия и Финляндия – суть провинции, которые правятся конфирмованными им привилегиями. Сии провинции, также и Смоленскую, надлежит легчайшим способом привести к тому, чтобы они обрусели и перестали бы глядеть, как волки к лесу. Когда же в Малороссии гетьмана не будет, то должно стараться, чтобы век и имя гетьманов исчезло. В толковом словаре Владимира Даля есть такие пояснения слову обрусели. Обрусение, обруситель, обрусительница, обрусить. Обрусить кого? Сделать русским. Обрусеть стать, сделаться русским. Обруситель – тот, кто насильно старается сделать другого русским. По этому документу с наставлениями Екатерины II мы видим, что наряду с Лифляндией, в нынешнее время это часть Латвии и Эстонии, Финляндией и Смоленской областью, населенной белорусами, Екатерина II хотела обрусить, то есть сделать русскими, и Украину по имперской терминологии Малороссию. В ранних источниках есть два понятия русская земля. Есть русская земля в узком смысле слова. Это не политическое объединение, не этническое объединение. Это, судя по всему, название определенного торгового пути. Как считает Александр Васильевич Назаренко, я думаю, что это очень верная мысль. Это такое образование, вернее территория, которая определена с точностью до города. Был целый ряд работ Мавродина, Рыбакова, ну и, наконец, Владимир Андреевич Акучкин, который расставил все точки над Ион, проанализировал свыше 700 упоминаний русской земли в узком смысле слова. С точностью до города установлена ее граница. Это широтное такое образование, какое-то вдоль бассейн рек Горынь и Припять. Но это связано, видимо, только с торговлей, так же, как путь из варяг в греки. А было еще широкое понятие русская земля, которая может включать в какие-то моменты Болгарию, Валахию, Литву и, собственно, то, что мы называем русскими землями. И возникал вопрос, что это такое. Да, вот что это за объединение такое? Ну, в свое время Михаил Николаевич Тихомиров очень точно сказал, что это земли, которых объединяет только одно – язык. Язык – вопрос чего? Это не язык, на котором люди разговаривают, это язык богослужения. Это этноконфессиональные понятия, судя по всему. То есть это все территории, на которых исповедуется христианство, а служба ведется на том, что мы называем церковно-славянским языком. Но мы сейчас тогда говорим это вот в таком случае. Это тогда какой период? Это начинается с крещения. Да, начинается с крещения. С крещения и до чего? Ох, а вот этот вопрос очень сложный. Вот знаете, просто, например, когда вот Тарас Бульба, да, это уже совершенно другое время, когда он украинский казак, запорожский, когда он кричит… Ну, то есть не сказать Гоголь. Да. То есть не сказать Гоголь, потому что это Гоголь говорит с нами, это не Тарас Бульба. Хорошо, но ведь Гоголь, XIX век, когда Гоголь берет своего героя, который является… Украинец, да. …который украинец, и он кричит за Святую Русь. Он ведь имеет в виду что? Он имеет в виду… Православную землю. За православную землю. То есть, получается, если эта общность возникает, вот общность этноконфессиональная, если она возникает со времен крещения, и она живет… То есть… Да, формируется это представление, но бытует практически до XIX века. А в какой-то степени она и в XX веке присутствует, да и сейчас она присутствует, понимаете? Потому что идея, которая была заложена еще, скажем так, при Ярославе Мудром, судя по всему, как мне представляется, это идея того, что центр богоспасаемого мира переместился вот на эту самую русскую землю. А конкретный центр, это мог быть Киев какое-то время, потом это будет Владимир на Клязьме, потом это будет Москва. Это, так сказать, вопрос второй. Это кочующая такая точка. А вот то, что в этих русских городах обязательно должны быть золотые ворота, куда… Да, 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 это именно с этим и связано. Это связано вот именно с эстетологическим ожиданием, что вот сюда и… Да, судя по всему, да, потому что Киев, Ярослав начинают устраивать именно в образ Константинополя, который был отстроен в образ Иерусалима, там есть и Золотые ворота, там есть и София, там есть два монастыря Святого Георгия и Святой Ирины, так же, как в Киеве когда-то было. Сейчас, если вы пойдете от Золотых ворот к Софии, к Киевской, вы увидите, что слева у вас будет переулок Георгиевский, а справа переулок Ирининский. Это как раз вот те самые монастыри, точно так же назывались. То есть отстраивается город во образ Нового Иерусалима и приглашает как бы спасителя во время второго пришествия сюда. Но когда центр перекочевал во Владимир, в Владимире тоже появились сразу Золотые ворота, да. Которые до сих пор там… Совершенно верно. А потом эта идея плавно переместилась в Москву. И в Москве тоже начала… Москва отстраиваться так же. Но самый такой яркий, наверное, пример, который у всех на глазах – это лобное место. Что такое лобное место? Почему он называется лобным? Место казни? Нет, ни в коем случае. Точнее сказать, да, это место казни, но кого? Лобное место, и это мы можем прочитать в источниках, лобное место или краневое место – Голгофа. То есть Голгофа появилась прямо у нас вот здесь вот рядом. То есть та самая Голгофа в библейском смысле? Да, да, да. Она перекочевала в Москву. Потом Борис Годунов будет пытаться построить и построит «Цвета и святых», которая потом будет уничтожена поляками, когда они захватят Москву. И поклонная гора отсюда же. То есть целый ряд таких зданий – это все формировало такое сакральное пространство в Москве. Потом, правда, эту идею попытается вынести за пределы Москвы. Вот идею нового Иерусалима. Патриарх Никон, да, когда он создаст Новый Иерусалимский монастырь, причем там будет разбит Гефсиманский сад, там Истра сразу превратится в Иордан. Кстати сказать, если вы посмотрите по карте, это вообще удивительная вещь для 17 века. Там отклонение минимальное от меридиана, на котором расположен Ветхий Иерусалим. Как это удалось сделать, я не знаю, потому что надо было изобретать хронометр, надо было определять долготу. Эта проблема была очень серьезная в то время. Так что он просто вывел эту идею из Москвы, оставив здесь идею Третьего Рима, которую потом Петр попытается вынести, судя по всему, в Санкт-Петербург. Вопрос достаточно сложный и большой, потому что начнем с того, что у нас традиционно как-то считается, что Древняя Русь – это восточнославянское государство. Это, так сказать, первый тезис, который идет, и первый тезис, который сразу можно подвергать критике. С одной стороны, считается, что восточные славяне – это такое единое какое-то образование, которое сразу сформировалось, а потом постепенно распадалось на три народа – на русские, украинские и белорусские народы. На самом деле, исходно, вот то, что называется восточными славянами, – это просто одна из ветвей славян, которые имели близкие говоры. Но на самом деле они были достаточно различны. Это подтверждается всем материалам – и археологическим, и лингвистическим, и топонимическим, и метрологическим, каким угодно. Есть принципиальная разница между говорами северными и южными. Там порядка, по-моему, трех десятков серьезных морфологических различий есть. То есть речь идет даже о том, что это не то, что диалекты, это чуть ли не разные языки. Хотя они в значительной степени понимали друг друга. – Люди же отделенно жили. Это сейчас можно сесть на поезд или на машину и приехать в Смоленск. – Да. По тем временам, даже если очень быстро ехать, это порядка месяца пути. Порядка месяца пути. Плюс к этому надо еще помнить о том, что антропологический тип был разный. Выделяют там три типа, семь типов антропологических. И там можно прослеживать, какое влияние, какие этносы еще оказывали. Скажем, на северо-западе – это прежде всего балтийские славяне. И отчасти это западнославянское влияние чувствовалось. Киевщина, правобережье Днепра – это влияние достаточно сильное западнославянское. Если говорить о левобережье Днепра и, скажем, до Аки, это и скифское влияние прослеживается, то есть иранское, и влияние финно-угорское. В промежутке между ними там и влияние… Есть такая ветвь, которая вообще угасла, балтская. Это днепровские балты, которые полностью были ассимилированы славянами восточными. Это разные антропологические типы, это разные культурные типы. Сразу вот, например, можно сказать, что если мы читаем там в источнике «Микола», понятно, что это написано в Новгороде. В Киеве написали бы «Никола». Они по-разному одни и те же имена даже называли. Через 10 лет, в 1774 году, после этого указа Екатерины II об обрусении Украины, Украину посетил Иоанн Антон Гюльденштейд, российский академик Императорской академии наук и художеств в Санкт-Петербурге, президент Императорского вольного экономического общества. Так вот, когда Гюльденштейд заехал в Украину, то написал в своем дневнике о живущих там россиянах и украинцах. Все вышеупомянутые по Донцу Слободы принадлежат Кизюмской провинции и населены малороссиянами, за исключением однодворческих слобод Нового Башкиня, Миловой и Протопоповки, принадлежащих к Екатерининской провинции. Между этими двумя сторонами постоянно ведутся сильные споры о границах. Да и едва ли можно надеяться на слитие москалей с хохлами, как они в насмешку называют друг друга, то есть русских с черкасами или руснаками. Руснак – это одно из устаревших названий украинцев. Академик Санкт-Петербургской академии наук, российский ученый-естествоиспытатель, путешественник и этнограф Василий Федорович Зуев, годы жизни 1745-1994, путешествуя по Украине, писал в 1781 году о малороссиянцах, украинцах. «Народ как наречием, одеянием, так и поступками от русских совсем отменен, но сие, как уже известное, здесь оставляю». Как видим, академик Зуев даже не стал ничего пояснять, потому что в 18 веке в Российской империи было хорошо известно, что украинцы отличались от русских языком, одеждой и поступками. До нашего времени дошли рисунки украинцев 18 века, российского генерала Александра Ригельмана и рисунки французского живописца и гравера Жана Батиста Лепренса. Давайте их рассмотрим. Рисунки украинцев 1786 года взяты с четвертого тома книги Александра Ригельмана. В 1758 году видный французский живописец и гравер Жан Батист Лепренс отправился в Российскую империю, где принял участие в росписи плафонов Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Он прожил в Российской империи пять лет, откуда привез много рисунков, которые впоследствии стали основой для его гравюр. Писатель, сенатор и член Российской академии Павел Сумароков, когда в 1803 году впервые ступил на украинскую землю, записал в свой дневник. Но что означает в селе Лепецах, последний к Харькову станции, это крутая перемена во всем, что только взору не представляется. Вот белеются невысокие мазанки, вот поселяне с обритыми головами, разъезжают на валах, и вот открытые тенки винной продажи. В опрятной и веселенькой хате нахожу я иные лица, иные обыкновения, иное на хозяйствах одеяние, иное устройство и слышу иной язык. Неужели тут положен предел империи? Не в другое ли въезжаю я государство? Нет, империя все продолжается, а отсюда начинается край, называемый Малороссиею. Российский князь, поэт, драматург, тайный советник, мемуарист, Владимирский губернатор Иван Михайлович Долгоруков, путешествуя по Украине в 1810 году, писал в своем дневнике. «Здесь я уже почитал себя в чужих краях. По самой простой, но для меня достаточной причине, я перестал понимать язык народный. Со мной обыватель говорил, отвечал на мои вопросы, но не совсем разумел меня, а я из пяти его слов требовал трем переводу. Не станем входить в лабиринт подробных и тонких рассуждений, дадим волю простому понятию, и тогда другие, думаю, согласятся со мной, что где перестает нам быть вразумительно наречие народа, там и границы нашей Родины, а, по-моему, даже и Отечество». Люди-чиновные принадлежат всем странам. Ежели не по духу, а не по навыкам космополиты, их наречие, следовательно, есть общее со всеми. Но так называемая чернь, она определяет живые урочища между царствами, кои политика связывает, и Лифляндец всегда будет для России иностранец, хотя он и я одной державе служим. Алексей Ираклиевич Левшин, государственный деятель Российской империи, член Государственного совета, а также историк, этнограф, писатель. Он писал в 1816 году об украинцах в одном из своих писем. «Я видел большую часть Малороссии, видел всю Полтавскую губернию. Терпение здешних жителей достойно удивления, но бойся вывести их из Онова, бойся раздражить их. К сожалению, я должен, наконец, тебе сказать о ненависти их к великороссиянцам. Ты легко можешь здесь в этом удостовериться, ибо часто услышишь их говорящих. «Добрый человек да москаль». Хороший человек, но москаль. Но этого еще мало. Они переливают чувства сие в самых малюток и пугают их москалями. При всем имени устрашенное дитя перестает кричать. Еще повторю тебе, пробеги бытоописание Малороссии. Ты, может быть, найдешь в них источник всего ужасного и пагубного чувства. В 1825 году Иван Матвеевич Сбитнев, российский и украинский педагог, во время поездки в Харьков писал в своем дневнике. Всем известно, что за сеймом начинается плодоносная Украина. Страна, отличающаяся от наших мест, наречием, обычаем, одеждою и самим даже видом людей, их жизнью, земледелием и почвой земли. Я спросил у хозяйки кувшин молока. Она отвечала. Николы, я нефторопаю, что ты кажешь москалю. Некогда. Я не понимаю, что ты говоришь, москаль. Туземцы насмешливы и не любят ни москалей, ни задесенцев, или, как по их названию, литвинов. Увидя проезжих, оставляют работу, затягивают насчет их ругательные и сатирические песни, сопровождаемые громким смехом и продолжительными отголосками. Еще немного информации об украинцах от одного генштаба. Нет, не австрийского, а российского генштаба. Военно-статистическое обозрение Российской империи, том 10, Киевская губерния, издано по высочайшему повелению при первом отделении Департамента генерального штаба Санкт-Петербург, 1848 год. Жители-крестьяне. Этот класс составляет главную, основную часть народонаселения губернии. Крестьяне говорят по-малороссийски. Этот язык есть народный язык южных губерний России. Языком малороссии говорят жители от реки Кубани до Карпаты, от Одессы и Крыма до Галиции. На этом языке сохранился особый род литературы. Их народные песни и баллады передаются из поколения в поколение. Житель здешнего края угрюм, неразговорчив, у народа существует особый лаконический язык, понятный только ему одному. В 12-м томе военно-статистического обозрения Российской империи в описании жителей Харьковской губернии за 1850 год читаем. Харьковская губерния принадлежит к числу малороссийских. Малороссийское наречие составляет господствующий язык общей массы народа. Главная часть всего русского поколения находится в городах, селениях, по большим дорогам и рекам. Образ жизни их уже изменился, сблизился с малороссийским, хотя при всем том и до сего времени можно тотчас отличить великорусского жителя Харьковской губернии от малороссиянина. Малороссияне редко женятся на русских и отдают за них дочерей своих, но еще менее расположены к этому жители великорусского поколения, которые всегда считают себя выше малороссиян. Это нерасположение и даже ненависть была истории так сильна, что составилась приговорка или пословица «Тату, тату, черт лизе в хату, мовчи, сынку, нехай лизе, абы не москаль». «Папа, папа, черт лезет в избу, молчи, сынок, пусть лезет, главное, чтобы не москаль». В 1861 году российский педагог и писатель Василий Иванович Лядов в книге «Европейская Россия в физическом и этнографическом отношениях» писал «Как южная природа европейской части России не походит на северную, так и племя малорусское отличается от великорусского физиономией, языком, нравами и обычаями. Разница между великороссиянином и малоросом представляется еще более разительную при сравнении их характеров. При более близком знакомстве с ними нельзя не заметить некоторых особенностей, довольно резко отличающих между собой эти два народа». Еще до сих пор одно слово «москаль» производит самое неприятное впечатление на малороса, как воспоминание о человеке, который не заслуживает никакого доверия. «Гарный чоловик да москаль, с москалем дружи, а камень за пазухой держи», говорит малорос и этими поговорками всего лучше высказывает свое мнение о великороссиянине. Русские, впрочем, мало обращают внимание на худое о них мнение и для успокоения совести подсмеиваются над хохлами, рассказывая про них множество анекдотов, в которых малоросы выставляются непременно людьми в высшей степени недальновидными и даже тупоумными. Впрочем, все эти анекдоты, как они незабавны, нехорошо рекомендуют русских, как всякая насмешка сильного над слабым, тем более потому, что малороссияне умственными дарованиями не только не стоят ниже великороссиян, но даже превосходят их. Доказательством этого может служить немало знаменитых имен нашей истории и литературы, родиной у которых была Малороссия. Великороссиянин обладает разнообразными способностями, но этих способностей достает только для того, чтобы схватить верхушки предметов и нет у него той силы, того гения, с помощью которого малорос преследует предмет до самого основания и овладевает им вполне. Оттого между русскими много способных людей, а между малороссиянами людей гениальных. Кто-то может возразить, что, мол, писали ведь, что малороссийский язык и даже наречия, а не украинский язык. Но здесь нужно уточнить, что в соответствии с политикой властей Российской империи, украинский язык, следуя линии партии, официально называли малороссийским наречием. Но тем не менее в Российской империи прекрасно знали, что название «малороссийский язык» или «малороссийское наречие» это синонимы названия «украинский язык», который называли также в Российской империи и «украинским наречием». По поводу наречия, в начале 18 века российский лексикограф, писатель и переводчик Федор Поликарпов-Орлов написал один из главных русских словарей 18 века «Лексикон триязычный», который был издан в Москве в 1704 году. В этом лексиконе, перечисляя славянские языки, Поликарпов-Орлов писал об украинском языке, как о стоящем в одном ряду с другими славянскими языками. Писал как о языке, а не как о наречии, называя его малороссийским. Вместо же языка еврейского наш предпоставихом славянский, якопоистине отца многих языков благоплоднейша. Понеже от него, а киат источника неисчерпаема, прочим многим при языке языкам, серечь польскому, чешскому, сербскому, болгарскому, литовскому, малороссийскому и иным множайшим всем есть явно. Но уже через полвека один из самых первых, кто начал сочинять якобы украинский язык является одним из российских диалектов российского языка, был Михаил Ломоносов. Об этом он писал в своей российской грамматике 1757 года. В правописании наблюдать надлежит первое, чтобы оно служило к удобному чтению каждому знающему российской грамоте. Второе, чтобы не отходило далече от главных российских диалектов, которые суть три, московской, северной, украинской. В других своих работах Ломоносов делил так называемый российский язык на три диалекта московский, поморский и малороссийский. Отмечая, что малороссийский больше всех отличается и смешан с польским, что от соседства с поляками окончание слов и их ударение якобы изменились и попортились. Имперским великоросам эта выдумка Ломоносова, которую он даже не удосужился внятно, аргументированно и адекватно обосновать, очень понравилась. И великорусские имперские политики, историки и филологи впоследствии навязывали украинцам это ломоносовское мнение об украинском языке еще в течение целых 150 лет, до самого развала Российской империи в 1917 году. Мы сейчас не будем углубляться в опровержение этих ломоносовских ошибочных мнений, и если кому-то интересно, то мы оставим ссылку в описании под видео на главу «Живучая помылка Ломоносова» «Живучая ошибка Ломоносова» из книги «Происхождение украинцев, русских, белорусов и их языков. Мифы и правда о трех братьях славянских из общей колыбели». На украинском языке автора Григория Петровича Пивторака, украинского языковеда, доктора филологических наук, профессора и академика Национальной Академии наук Украины. Также дополнительно можем порекомендовать книгу на украинском языке Владимира Селезнева «Мовни Вийны. Миф про зипсованность украинскую мовы». Но несмотря на мнение Ломоносова об украинском языке как якобы диалекте так называемого российского языка, тем не менее в конце 18 века в 1798 году в Санкт-Петербурге было издано на украинском народном языке «Малороссийском языке, а не диалекте или наречии» книга Ивана Петровича Котляревского «Энеида на малороссийский язык перелицованное». Идем дальше. Книга 1842 года «Корнеслов русского языка», сравненного со всеми главнейшими славянскими наречиями и с 24 иностранными языками российского филолога и лексикографа Федора Шимкевича. За этот труд Шимкевич был удостоен Петербургской Академии наук почетной Демидовской премии, которой награждали ученых, внесших выдающийся вклад в российскую науку. Описывая в своем корнеслове другую книгу «Рейфовый лексикон», Шимкевич писал «Указания на славянские наречия встречаются слишком редко и из них приводится только богемская, польская, сербская, кроатская, литовско-русская, белорусская и украинская, малороссийская. А в объединении сокращений, используемых в этой книге, сокращение «укр» помечено как «украинская». В сравнении слов из разных славянских языков украинские слова по всем страницам книги Шимкевича помечены именно таким сокращением «украинская». Из данного примера видим, что в Российской империи другие славянские языки также вполне называли наречиями, а украинский язык называли как украинским, так и малороссийским, и эти названия были равнозначны. В 1829 году в российском журнале «Вестник Европы» номер 12 за июнь была опубликована статья выдающегося филолога чешского словиста Йосефа Добровского, под названием «Которое из славянских наречий можно назвать самым чистым преимущественно перед всеми другими», в которой читаем следующее. «Ни богемский язык, ни польский не имеют права слыть самым чистым из наречий славянских. Тоже именно утверждать можно о украинском и всяком другом из южных, и тоже можно утверждать о нынешнем великороссийском, украинском, чермно-русском и белорусском наречиях, ибо ни один народ не может о себе сказать, чтобы не входил в сношение с иностранцами и не перемешивался с ними». Еще один пример, из которого видно, что в Российской империи наречиями вполне себе называли и другие славянские языки, находим у Владимира Даля, который писал под псевдонимом Владимир Луганский. В статье «Полтора слова о нынешнем русском языке», изданной Михаилом Погодинным в ученой литературном журнале «Московитянин», номер 1, 1842 год, страница 541. «Прислушайтесь ко всем славянским наречиям, украинскому, чешскому, болгарскому, черногорскому, иногда даже и к польскому, над которым, впрочем, влияние западных языков всего заметнее, и вы право найдете, чего и не чаяли, без дну слов и оборотов кратких, сильных, вразумительных». В 1860 году Владимир Даль дал некоторое пояснение о своем знаменитом толковом словаре живого великорусского языка. Словарю дано название «Словарь живаго великорусского языка». В нем должна бы выйти вся живая речь нынешнего великорусского поколения. Малая и Белая Русь исключены, это особые наречия. В малорусском «Нехай черта бы не москаль» и в белорусском «Я намесить, устянули пить, слышится уже нечто совсем чужое». Еще раньше, в 1852 году в статье о наречиях великорусского языка по поводу опыта областного великорусского словаря Владимир Даль писал «О наречиях великорусского языка» само заглавие это показывает, что здесь не будет идти речь о языке малорусском. В апреле 1834 года российский филолог Измаил Срезневский писал в письме к российскому историку профессору Ивану Снегиреву «В настоящее время кажется уже ни для кого и ни для чего доказывать, что язык украинский или как угодно называть другим малороссийский есть язык, а не наречие русского или польского, как доказывали некоторые и многие уверены, что этот язык есть один из богатейших языков славянских, что он едва ли не уступит богемскому в обилии слов и выражений, польскому в живописности, сербскому в приятности, что этот язык, который, будучи еще не обработан, может уже сравниваться с языками, образованными по гибкости и богатству синтаксическому, язык поэтический, музыкальный, живописный. Но в 30-е годы 19-го столетия Измаил Срезневский, конечно же, еще не знал о том, что в будущем, в том же 19-м веке, политика властей Российской империи будет по отношению к украинскому языку ужесточаться и что будут изданы указы о запрете украинского языка. Валуевского циркуляра 1863-го года, запрещающего издание литературы на украинском языке для обучения, начального чтения и религиозной службы и после следующего за ним Эмского указа 1876-го года, запрещающего обучение на украинском языке и его использование в Российской империи. Несмотря на притеснение украинского языка в Российской империи, преподавателям в украинских школах приходилось использовать украинский язык, так как украинские дети не понимали русский язык. Так известный писатель Григорий Петрович Данилевский в 1866-м году писал в книге «Украинская старина». Язык украинский в харьковских школах составляет при объяснении урока в истории закона Божия и чтения язык господствующий, чем облегчается и теперь преподавание детям сразу двух незнакомых им языков церковного и великорусского. Ходя весной с народом при освещении полей и колодцев по местному обычаю с церковной процессией, отец Дмитрий Рогишевский на роздыхах пробовал объяснять народу священную историю, знание грамотности и улучшенного хозяйства и читал переложение псалмов на украинский язык. Народ сочувствовал и в особенности украинскому псалтырю и говорил «Надо правду сказать, батюшка, и молиться приятнее, как вы говорите по-нашему. Если устроите школу, давайте нашим детям такие книжки, как этот псалтырь, что мы понимаем каждое слово». В 1861 году знаменитый писатель Николай Гаврилович Чернышевский писал в журнале «Современник». Сознание костромчана или тамбовца о себе, как о костромчане и тамбовце, совершенно исчезает в его сознании о себе, как о Великорусе. Он думает, «Не стоит мне хлопотать о моих местных отличиях. Но действительно ли есть у малоросов любовь к своему наречию, потребность иметь на нем литературу? Тут, кажется, опять-таки не о чем спрашивать. Не только они сами сознают, даже мы, великоросы, признаем, что они не великорусы, а малоросы, что они имеют много важных особенностей от нас и дорожат этими особенностями. Могут ли иметь они потребность в книгах, писанных языком различным от великорусского? Об этом каждый из нас может судить по себе. Стоит ли ему развернуть малорусскую книгу? Если он не имел случая познакомиться с малорусским языком, он поймет в этой книге немного больше, чем в польской и едва ли больше, чем в сербской. Легко ли, приятно ли читать книги на чужом языке? Великорусская книга родная и архангельцу, и енисеицу, и астраханцу, но не родная она малоросу. Ему нужно теперь не так, как нам, не только учиться тому, чему он хочет учиться. Ему нужно еще учиться великорусскому языку, чтобы можно стало учиться чему-нибудь прямо нужному для его развития. Приведем еще один пример, из которого видно, как еще называли украинский язык в Российской империи. 23 марта 1838 года Осип Максимович Бадянский, ученый, филолог, историк, археограф, писатель, издатель исторических памятников, писал в донесении министру народного просвещения про обнаруженное им Пересопницкое Евангелие 16 века, и в описании того, что это Евангелие написано на староукраинском языке, он перечислил название украинского языка того времени в Российской империи. Южно-русский, малороссийский, украинский, русинский язык. Украинский язык называли украинским и в 18 веке. Так, например, у российского поэта, филолога и переводчика Василия Тридьяковского встречаем в его письме 1750 года с заглавием «Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне на свет изданом от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю. Сие это называется по-украински «Поправытыся с печи на лавку». Но на что еще сие следующее «Два гриба в борщ, говоря по-украински». Эти высказывания Тридьяковского «Поправытыся с печи на лавку» взяты из украинских пословиц и поговорок, подобное находим и среди современных. Полегшало нашей матері с печи на лаву перебралося. Поправытыся «Спокуття на лаву». А также в сборнике украинских поговорок 1864 года украинского этнографа, фольклориста, писателя и педагога Матвея Номиса под названием «Украинские прыкоски, пресливья и таке инше». Высказывание же Тридьяковского «Говоря по-украински два гриба в борщ» также находим в сборнике Матвея Номиса. «Богацько два гриба в борщ». В российских книгах 18 века в травниках и лечебниках записывали, как по-украински называются некоторые растения. Андрей Казимирович Мейер «Ботанический подробный словарь или травник часть 1 Москва 1781 год и во второй части этого словаря травника 1783 года». Дикционер или речениар собранный и сочиненный Императорской Академии наук коллежским асессором К. Кондратовичем в Санкт-Петербурге в 1780 году. Существуют интересные факты об изданиях украинских песен. Известно, что в 1819 году этнограф-поэт Николай Цертилев написал опыт собрания старинных малороссийских песней. Николая Цертилева считают одним из первых издателей украинских песен. Также известно, что в 1827 году и в 1834 украинский ученый Михаил Максимович издал малороссийские песни и украинские народные песни. Но мало известно, что украинские песни издавали сами же великороссы. Так в 1790 году в книге «Молодчик с молоткой на гулянии с песенниками» в отдельном разделе помещены украинские песни. А за один год до издания опыта собрания старинных малороссийских песен Николая Цертилева великороссы русские в Санкт-Петербурге издают первую часть книги «Новейший полный и всеобщий песенник», в котором на 99 странице отдельный раздел посвящен украинским песням. На следующей же странице этого раздела видим украинскую песню под номером 605. На барышку уставка и надпись над ней. Награжденный казак за спасение девушки от потопления песня сия была любимой князя Г.А. Потемкина. А по веселому своему голосу, который считается наилучшим в музыке, пета бывает всяким. На барышку уставка. Как видим, у Григория Потемкина была любимая украинская песня на барышку уставка. Здесь мы лишь отметим, что, как известно, годы жизни князя Григория Александровича Потемкина с 1739 по 1791 годы. Также в этом разделе с украинскими песнями находим такие названия. Под номером 612 забавная украинская песня, которую за хороший голос поют все малороссийские охотники. Под номером 614 песня по-украински называемая «Дзигун» огромная. Под номером 619 веселая украинская песня такая же, как и «Дзигун» в большом употреблении. 622 номер прекрасная плясовая украинская песня называемая «Косари» употребляется и в России. Под номером 626 еще веселая украинская песня. Как видим, россияне издавали украинские песни и сами же называли их украинскими. Причем издавали украинские песни еще раньше, чем предки украинцев собрались впервые издать в книгах свои украинские песни. 1834 год в журнале современного просвещения «Телескоп», издаваемого Николаем Надеждиным, часть 22, изданного в Москве в статье под названием «Ответ господину Н.В.С. Письмо к издателю» по поводу статьи о малороссийских пословицах и поговорках читаем. Смотря на сборник господина В.Н.С. в отношении к русским, они решительно никакое не могут получить пользы или удовольствие, потому что при них пословицах и поговорках «Не приложено ни словаря, ни перевода, ни объяснений. И я не требовал ни от вас, ни от кого другого перевода пословиц и поговорок слово в слово. Сделайте, что можете, только бы вас сколько-нибудь поняли. При отсутствии пояснений словарь – вещь отнюдь не лишняя». Как видим, для русских был нужен и перевод, и словарь, и объяснение для понимания украинских пословиц и поговорок. В 1835 году Осип Максимович Бадянский издал в Москве книгу «Наськи украинские коски Запоростя Иська Матырынки». Российский литературный критик Виссарион Билинский в своей рецензии на эту книгу написал «Наськи украинские коски Запоростя Иська Мартынки отличаются самым чистым малороссийским языком, который совершенно недоступен для нас москалей и потому лишает нас возможности оценить его по достоинству». В статье 2004 года «Украинское освоение Триполья энциклопедия «Справочник или памятник» российский ученый Лев Самуилович Клейн написал рецензию к украинской энциклопедии Трипольской цивилизации, вышедшей в Киеве в 2004 году. В ней читаем следующее. То, что энциклопедия издана на украинском языке, резко сокращает круг ее читателей и пользователей. Русский язык доступен и понятен всем украинцам, и это внушает украинским издателям иллюзию, что и украинский в равной мере доступен и понятен русским. А это совершенно не так. Украинцы понимают русский потому, что он веками был языком международного общения в Российской империи, а потом в Советском Союзе. Украинский же русские понимают на уровне Тарапуньки и Штепселя как бытовой юмористический сленг. Как только приступают к серьезному чтению, тотчас спотыкаются и громоздят ошибку на ошибки. Мои студенты, которым я велел читать украинские материалы, несли мне тексты и спрашивали. Вот пишут, что обнаружено три шара, а на чертеже ни одного шара нет. Шар по-украински слой. Или описано погребение человека, а пол не указан. Человек это мужчина. Или украинцы пишут, что у них не хватает умов для развития археологии. Студенты крайне удивлены, не ожидали такой самокритичности. Они не поняли, что речь идет не об умах, а об умовах, то есть условиях. И так на каждом шагу. Если нужно в энциклопедии найти алтарь, никто из русских не догадается, что нужно искать вифтар. Точно так никто не станет искать вместо кувшина лэк, вместо клада скарб, вместо топора, сокыру, они даже не поймут без словаря, что творынництво это животноводство, а мыслывство охота. И напоследок, жители России никогда не поймут, что понятие «сведомый» это не оскорбление, а комплимент, так как обозначает человека сознательного, то есть думающего. Редактор субтитров субтитров субтитров